Я был основным языком, да? И частно, я специально за деньги никогда не изучала. Итак, друзья, а сейчас я знаю, с кем играю? А знаете, с кем я сейчас играю, друзья мои? А я играю Базар-вокзал. Это, кажется, тоже стример. По-моему, зовут Николай. Ну что, сыграем с Николаем. Может быть, он стримит. Может быть, потом нам другой Николай сделает из этого шоу. Ну что, поехали. Конце три. Не очень хороший вариант забил. Дай бог памяти хоть вспомнить мне теорию. Ну, как мы уже все привыкли вспомнить теорию. Ну, я вот дуб-дубом. Не то, чтобы совсем не умею, но в быстрые контроли предпочитаю играть то, что привык. Конь Е2, конь Е2. Так, он идет на Ф4. Классику я позволял себе делать более нормальные и хорошие ходы. Основную линию, кажется, вспомнила. Получалось, кстати, не очень. Хотя могу и ошибаться, и будет тогда плохо. По времени давлю. По времени давлю. По времени давлю, она отстает уже на 30 секунд. Что же делать-то? Ладно, я пойду А5. Так, он не в 4. Такой ход точно существует. И вот здесь, по-моему, вот так вот надо отойти. Как основная линия. Правда, я говорю. Если я выучу теорию, друзья мои, вы меня не узнаете. Пока этой теорией я владею плохо. Плохо у вас тут. Так, я вот думаю, на Ц5-то мне забирать или на Ф7 просто я пойду на Е5 напала вроде как? Ну, тем интереснее. Ну, типа да, типа я без двух песок. Так, здесь, наверное, я попробую. Ну, вы понимаете, да? Немножко у белых тут все... Сыграть, Ферзь Е2. Разбито, подбито. Потому что мне нужна рокировка длинная. Я пытаюсь быстрее расчистить для нее дорогу, для длинной рокировки. Белые немного несуразно, да, стоят? С сильным-сильным проблемой. Так, вот если я забираю на Ц5, Конь-7, Король-8, Конь-H5, да? Согласен. Такое вот есть у нас. Или просто А6 может быть, согласен этого слона? Давайте его проверим вообще. А6 явно мне ход здесь не помешает. Со слабыми нехочет. И, соответственно, напала на пешку Ц5. И слон Е3. Три, а на нее напала два, да? Ай, блин, Д4 я зевел. Отдожди, не смогу побить слон Е3, Король-7. Я забываю про эту ловушку и зеваю Д4. Он Король-8, да? И остаюсь без фигуры. Шол или питал, но там еще Д4. И это, конечно, катастрофа. Если она найдет... Друзья, я немножко слеповато стала, может быть? А здесь Д4 хода нет? И у меня абсолютно полыгрома становится. А взятие, соответственно... У меня за фигуру, конечно, три пешки. Но этого катастрофически не должно. Пожадничала, теперь надо и о развитии подумать. Так, на Ц5-то, кстати, я тоже могу сказать? Это стратегически недостаточно. Не надо мне сказок придумывать. Я просто... В один ход проигрывает Деана. Просто мне кажется, Николай немного... Ай-яй-яй, друзья, тактика на тактику. Вот только выиграла. И сразу же вам... Посмотрите, я и фигуру зевнула, нам не ферзя зевнула. И сразу зевнула. Мне придется сдаться. Ну, в целом, квиты. Эх! Так, смотрим. Ну, как же я... Что же я натворила-то, друзья мои? Я только выиграла материал. Вы понимаете? Вот только я выиграла. Та самая Арина Киселева. Нет, конечно, с какой-то компенсацией, но вернее, это называется не компенсацией, я просто отстала в развитии. Так, друзья, вместо ферби Ц5, просто слон БЦ5. Один из символов современного шахматного лодичия. Просто слон БЦ5. Это я как-то, так сказать, подрасслабилась, друзья. То есть я ее знаю исключительно заочно. Да, я не сделала пока архировки, но по-моему, все-таки у меня здесь больше... Так, здесь материал больше весит, чем вот эта вот фигура, которую... Ну, извините, здесь материал больше весит, соответственно, чем развитие. По-моему, я не так сильно отстала в развитии, у меня два слона в самом-то деле, в открытой позиции. Давление на короля, просто хослом БЦ5, я играю, как это вот назвать, я даже не знаю, друзья мои. Это могла стать грандиозной партией, я могла выиграть у самого базар-вокзал. Вы знаете, шахматист очень сильный. Вот бы еще с ней сыграть. И я бью ферзем вместо того, чтобы побить слоном. Ну, что же со мной делать-то? Ну, что же со мной-то делать? Ну, блин, слишком близкие у нас рейтинги. Вот именно вот так вот, хватаемся за голову. Ну, что же я делаю? Что же я делаю, друзья? Ждем. Сейчас долго ждать, потому что я быстро выиграл. Так, ладно, окей. Нападет ли Россия на Украину? Ну, нет, не так уж много у меня это спорить. Я повторю примерно всего в третий раз. Сказать, что нет, я думаю, что не нападет. Николай, я правильно говорю? У Калаев я помнюю сколько подзабыла. Потому что где-то у меня... Мы уже не пересекались, а я имею в виду, я уже игралась с ним. Я помню, что Тома, его зовут Николай, правильно? Никакого взятия Киева, который грезится. Я просто помню, что тут ферматист очень сильный. Вот какие-то провокации возможны. Слон БЦ-5, у меня же выиграны просто на Роске. Слон БЦ-5, Конь Ж-7, Король Лев-8, дальше-то что? Белых ничего вообще нет. Слон БЦ-5, Слон БЦ-4, белые вообще-то сдаться должны. И там действительно все очень актуально. Вот советская пропаганда, она мела. Вместо этого я, соответственно, в Ферме С-5 и получаю Конь Ж-7. Стоят эти фашистские войска со свастиками. Ну, потому что на Конь БЦ-7, соответственно, просто у нас... А зачем тут так много войск? Ферме С-5. Да, Власов точно нет. Это во избежание провокаций. Да, я помню, видите, с фамилиями иногда так... Да как же не будет провокаций, когда так много войск? То есть провокации, конечно, будут. Ну, как я так умудрилась, друзья? Я прям себя обвинить буду. Я знаю, что мне кажется, я сегодня спать, друзья. Я сегодня спать не буду спокойнее, хорошо, потому что я могла выиграть базар вокзала. Последние полгода это исключительно провокации.